Я так скажу, мы и в такой рот х** вбихаем. У Ярушина маленький рот, а гуф употребляет. Весь выпуск будет построен на этих шутках. Нам всем х** интересно. Все в подробностях. Что ты делаешь? Раз. Два. Это дерьмо какое-то, давай следующее. Реально, чем ты занимаешься? Тут даже Тамби не смог ничего противопоставить. Включить дурачка в такие моменты беспроигрышный вариант. И даже Нурлан сказал. Не, ну реально, чем ты занимаешься? Тем самым подтвердив поражение в этом маленьком эпизоде. Я понял. Стас, не трогай меня так больше. Да я просто удержаться не могу. Вы выступили, я вас умоляю. Еще раз. Потрогай меня. Короче, продолжай. Вот когда на подобных шоу начинаются прикосновения какие-то в шутливой форме, против этого трудно работать, потому что это неожиданно. Нурлан даже тупника словил, потому что не ожидал и не был готов. И как маленький ребенок сказал, не трогай меня, на больше у него фантазии не хватило. Хотя он вроде комик, должен уметь импровизировать. Люблю твит стиль. Дженги Леонид Аркадьевич. Твит стиль. Твит стиль. Твит стиль. Твит стиль. Дри стайл. Дри стать твиксом. Знакома. Твит. Твикс. Дри стать твиксом. Ну типа вообще можно не стараться. Просто говори, что думаешь. Вообще не старайся. Это просто шоу. Мы просто здесь сидим, болтаем ни о чем. Даже стараться не надо, Алексей. Маленький у меня рот, на сколько у меня рот? Смотри. Это Мелик уже 10 лет. 10 лет. Все, шутят про узкие глаза Долика Цоя, про маленький рот. И про то, что я такой классный, блин. 10 лет про это шут. Ярушина немножко довели на тему того, что у него маленький рот, а Гуфа на тему употребления. Если толпой на протяжении получаса бить в одну точку, в психологическом плане, то рано или поздно настоящие искренние эмоции станет невозможно скрывать. Сейчас уходить. Давай уходи. Давай, хочешь уходи. Давай, давай, уходи. Нет, нет. Нет, ну останься, я приду. Ну уходи, давай, уходи. Ты бьешься попрощаться. Давайте мы его выгоним, Евгений. Мы его выгоним. Мы его выгоним. Евгений. На секунду. Ярушина уже выгоняет в шутливой форме, в то время как Панасенков смог их выгнать всех пятерых по-настоящему. Здесь уже чувствуется разница. У тебя рот маленький, я вообще не знал. И не видел даже. И не обратил внимания. И сейчас бы даже не знал, если бы мне не сказали. А когда сказали, я такой, в натуре маленький. Вот оно что. Видишь? Легко тоже им бывает интересную историю рассказывать. Да, многие... Но в принципе, он сейчас на таком уровне популярности, что он может сказать вообще все, что угодно. И ему простят. Единственное, что он может с этим ртом. А, это ртом? Да, да, да. Я тоже. А-а-а-а! А-а-а! 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 Но это же зоопарк. Я считаю, что это неуважение к залу и к зрителям у экранов. Они просто как дети. А поражняются и вываливают из себя свои обезьянные эмоции. Вспомните, когда ваш друг или подруга начинает себя вести подобным образом. Вы же начинаете тормозить такое поведение. Потому что это противно видеть. Это неприемлемо. И потому что вы считаете, что при вас так себя вести нельзя. Друзья, я хочу пригласить вас на мой новый телеграм-канал. Там также есть интересные психологические разборы, кто себя как ведет, почему себя так ведет. Как парировать манипуляции и выстроить здоровую психику здорового уверенного в себе человека. Всех жду. Следующий ролик будет на тему, является ли совесть инструментом управления рабами. Благодарю за внимание и до встречи.